Вести Карачаева, Черкесия Вчера руководитель Республики Рашид Тимреза в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по оригинальному развитию в России под председательством вице-премьера страны Марата Хуснулина. На повестке была реализация программ дорожного строительства, реконструкции и капремонта федеральных, региональных и сельских дорог. В текущем году по нацпроекту в Карачае-Черкесии в нормативное состояние будет приведено 26 километров дорог и 6 мостов. Еще свыше 5 километров дорог местного значения будет реконструировано по программе комплексного развития сельских территорий. Еще один вопрос в повестке, который осмотрели меры по снижению аварийности на дорогах. Одними из эффективных мер в решении этой острой проблемы являются комплексы фото-видеофиксации. В этом году на дорогах республики планируется установить три десятка дополнительных стационарных комплексов. Еще одним элементом этой работы должен стать контроль за качеством подготовки водителей и дальнейшая планомерная работа по повышению качества дорог. Руководитель региона Рашид Тимрезов встретился с матерями и женами военнослужащих, которые сейчас отстаивают интересы страны в зоне специальной военной операции. На встрече говорили о том, чем живут семьи военнослужащих, чем республика может еще помочь. Все вопросы Рашид Тимрезов взял на личный контроль. Особые слова благодарности матерям, которые воспитали достойных сыновей нашей страны, женам, которые и терпят, и ждут, и в то же время посвящают себя воспитанию наших детей. Глава карачащики Рашид Тимрезов вручил государственные награды и прислал почетные звания 26 жительницам республики за профессиональные заслуги в области здравоохранения, спорта, культуры, образования, юриспруденции, торговли и сельского хозяйства. Торжественная церемония вручения госнаград была приурочена к Международному женскому дню. Мероприятие состоялось во Дворце культуры Черкеска и собрало несколько сотен зрителей. В нем приняли участие первые лица региона. Обращаясь к виновницам торжества, Рашид Тимрезов отметил, что сегодня ни одна сфера жизнедеятельности государства и общества не обходятся без участия женщин. Далее цитата. «Вы преуспеваете и в науке, спорте, культуре, сельском хозяйстве, политике, предпринимательстве, и в то же время остаетесь чуткими, любящими и заботливыми хранительницами очага. А в непростые времена вы стоите в одном ряду с мужчинами, наравне с ними, принимая на себя все трудности и препятствия. Я благодарю вас, милые женщины, за вашу доброту, чуткость ваших сердец, за то тепло и нежность, которые вы вносите в нашу жизнь», – закончилась цитата главы Карача Чиркесии. Кроме того, Рашид Тимрезов выразил признательность многодетным матерям, которые взяли на воспитание приемных детей. Переработчика молока возместят до 70% расходов на модернизацию объектов агропромышленного комплекса, связанного с закупкой и установкой оборудования для маркировки молочной продукции. Обязательная маркировка молока и молочной продукции стартовала 1 июня 2021 года. Первично она затронула только отдельных производителей и отдельные виды товаров. Напомним, что введение маркировки молочной продукции происходило поэтапно. С 1 июня позапрошлого года была введена обязательная маркировка сырового и мороженого, кроме мороженого, без молочного жира и белка. Затем обязательная маркировка для молочных продуктов со сроком хранения более и менее 40 дней. С сентября прошлого года предприятия розничной торговли обязаны передавать в честный знак сведения о каждой проданной единице молочки со сроком хранения более 40 суток. Для этого обязательно онлайн-касса с подключенным к ней 2D-сканером для распознавания цифровых кодов в маркировке Data Matrix упаковок молокопродуктов. Во связи с этим правительство страны планирует возместить переработчика молока до 70% расходов на модернизацию объектов АПК, связанную с закупкой и установкой оборудования для маркировки молочной продукции. В текущем году в Карачао-Черкесе будет привлечено 20 высококвалифицированных медиков для работы в сельских населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор». С 2018 года в республике по этой программе для работы в сельской местности был привлечен 141 врач, рассказывает начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения республики Инна Пономарева. Программа «Земский доктор» на территории нашей республики реализуется с 2012 года, потом у нас был перерыв в республике и снова мы приняли участие с 2018 года. Вот с 2018 года по сегодняшний день у нас принят 141 врач в сельскую местность. С 2018 года у нас идет софинансирование 94 на 6, то есть республика дополнительно дает 6%, а федерация дает 94%. Программа «Земский доктор» улучшает доступность и оказание медицинской помощи, то есть в сельскую местность направляются узкопрофильные врачи, не только терапевты, педиатры участковые, но и также врачи и офтальмологи, и может быть где-то анестезиологи, фтезиатры, узисты. Все то, что необходимо непосредственно людям, чтобы была доступность оказания медицинской помощи. В ближайшие пару лет в Черкесске должны быть благоустроены около 50 дворовых территорий. Это примерно треть от общего списка поданных заявок на капремонты и создание комфортных условий для отдыха. В настоящее время представители мэрии занимаются процессом согласования дизайн-проектов. Рассказывает исполняющий обязанности начальника отдела жилищного контроля управления ЖКХ мэрии Черкеска Магомед Джанибеков. С 20 июня по 20 июля мэрии города Черкеска был объявлен сбор заявок для отбора дворовых территорий, которые подлежали благоустройству 2023-2024 года. Всего было подано 162 заявки, из них комиссия была отобрана на 50 заявок. Благоустройство вообще проходит по минимальному перечню. В минимальный перечень входит ремонт проезжих частей, обустройство пешеходной зоны, установка скамеек, урн, освещение детской площадки. В республике откроют футбольный лагерь и построят открытый манеж для тренировок юных футболистов, рассказывает министр физической культуры и спорта Рашид Узденов. Мы этот вопрос рассматриваем и рассматривали до обращения уже нашего коллеги Сергея Маченко. Рассматривали, мы примерно определяли его потребность, масштабы, его локацию. Наверное, мы все-таки построим футбольный манеж, он будет где-то размеров под мини-футбол 40 на 20 с площадкой. Но пока вопрос о локации и о проектно-смертной документации, а дальше о вхождении в соответствующую программу. Если говорить о маленьких малышах, все-таки, наверное, надо их вывести на определенный уровень, чтобы в дальнейшем уже оттачивать на каком-то высоком уровне их мастерство. Но опять-таки, предложения нашего коллеги мы берем во внимание. И если в дальнейшем потребуется поддержка либо материальная, либо какая-то техническая, мы поддержку, конечно, в этом вопросе окажем. Прокуратура Республики направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму свыше 4 миллионов рублей. Информацию комментирует Елена Дармограева, старший помощник прокурора Карачаича Кейси по взаимодействию со СМИ и общественностью. По версии следствия, в период с апреля по июнь 2018 года обвиняемые представили в региональное Министерство сельского хозяйства фиктивные документы, якобы подтверждающие осуществление деятельности, связанной с разведением сельскохозяйственных животных. В результате незаконно были получены субсидии, предназначенные на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей на сумму свыше 4 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. Кроме того, региональное Министерство сельского хозяйства обратилось в суд с иском о взыскании с обвиняемых денежных средств в счет возмещения причиненного ущерба. В рамках реализации программы модернизации школьных систем образования завершается капитальный ремонт школы номер 1 в станице Сторожевой. Информацию комментирует директор общеобразовательного учреждения Валентина Попова. Здесь заменились все коммуникации водопроводные, электрические, санитарно-технические. У нас теперь будут внутренние туалеты, будет современное освещение. Естественно, ремонт как и дома. После ремонта школа совсем по-другому будет выглядеть. В Черкесске открылось управление специальной связи, которое будет заниматься доставкой специальной корреспонденции секретных и опасных грузов, грузов оборонно-промышленного назначения, лекарственных препаратов, в числе которых наркотические средства и психотропные вещества, а также драгоценных и редких металлов, денежной наличности, предметов искусства и химических реагентов на территории России и стран СНГ. Курорты Карачао-Черкесии признаны самыми доступными среди республик Северокавказского федерального округа. Пао Сбербанк провел анализ, во сколько обходится один день пребывания в регионах Северного Кавказа на основании трат туристов в прошлом году. Так, бюджетнее всего отдыхающим обошлись поездки в Карачао-Черкесию и Ингушетию. В среднем гости региона в прошлом году за сутки пребывания тратили 3800 рублей в сутки. Самой дорогой республикой Северокавказского федерального округа стал Дагестан. Здесь среднесуточная трата туриста составила 5 554 рубля. Немногим дешевле обходилась поездка в Северную Осетию. Там один день отдыха – 105 291 рубль. Экономнее были туристы, посетившие Чечню и Кабардино-Балкарию. Около 4500 рублей в среднем тратил каждый гость региона. Дом народа в России объявил старт проекта «Свои». Это истории межнациональной дружбы в годы Великой Отечественной войны, целью которого является собрать уникальные истории о героизме и взаимовыручке представителей разных народов в годы войны, чтобы транслировать их широкой общественности. Истории принимаются на официальную почту проекта «Свои собака. Дом народов.ру» в следующем формате. Текстовый рассказ с указанием автора. Медиаматериалы – это фотографии, картинки, рисунки, наградные листы, фронтовые письма, фотографии, памятников и другие. А также по желанию можно оформить историю в формате видеорассказа с краткой текстовой справкой от автора. В Карачае-Чиесе проходит конкурс на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2023 году, который продлится до 10 июня текущего года. Ежегодно ко дню учителя лучшим педагогам выплачивается денежное поощрение по результатам проведения конкурса. Количество денежных поощрений и средств федерального бюджета определено Министерством просвещения России с учетом числа обучающихся в образовательных организациях и составляет для нашей республики 4 поощрения по 200 тысяч каждые. В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» на базе гимназии номер 18 Черекеска с конца прошлого года функционирует второй в республике детский технопарк «Кванториум». О его возможностях директор гимназии номер 18 Рабиа Джандарова. Мы можем использовать то оборудование, которое мы получили на уроках химии, физики и биологии. Мы получили много оборудования по электричеству, это по физике, то есть это то направление, которое у нас прописано в школьной программе, поэтому учитель в полную мощность может использовать все это оборудование на своих уроках. Теперь то же самое касается биологии. Мы как бы уже и практиковали, очень большое оборудование мы получили, допустим, у нас микроскопы, которые также используют с пятого класса в программе уже изучение там и клетки, и то же самое у нас и по химии получено оборудование, которое мы можем использовать на уроках. То есть не только доп. образования, у нас колоссальные возможности именно в учебной программе использовать все, что мы получили. Мероприятие масштабного проекта Российского общества знания пройдет 21 марта в Черкесске. Это научный батл, где молодые ученые сражаются за звание самого остроумного спикера. У них есть только 15 минут, чтобы заинтересовать аудиторию. Гостей мероприятия ждут увлекательные выступления о космосе, тайнах человеческого организма, научных открытиях и инновационных IT-стартапах. Зачем нужна страховка и от каких рисков она защитит, как управлять своими финансами и как не попасться на уловки кибермошенников? Об этом и многом другом слушатели узнают во время проходящей весенней сессии онлайн-урока финансовой грамотности, которая продлится до 21 апреля. В проекте Банка России могут принять участие школьники и студенты колледжей Карача-Чикесии. Сотрудники Музея Банка России подготовили уроки по истории денег и древние монеты. Школьникам рассказывают, как появились первые копейки, об исторических денежных реформах и их деятелях. Эксперты учат также расшифровывать чеканные рельефы на старинных монетах. Рассказывает Магомед Биджиев, помощник управляющего отделения Банка России по Карача-Чикесии. В прошедшем году в онлайн-уроках весенней и осенней сессии приняли участие почти 90% школ и колледжей Карачаева-Черкесии. Всего же учащиеся республики посмотрели вебинары Банка России более 70 тысяч раз. По сравнению с 2021 годом количество просмотров увеличилось как в школах, так и в колледжах на 4 и 6 тысяч соответственно. Подключиться к онлайн-урокам можно как классом или группой, так и индивидуально. Расписание и инструкция по подключению размещены на сайте проекта www.gniterfg.ru В эти дни в Майкопе проходит 8-я Кавказская математическая олимпиада, в которой принимают учащиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций Южного и Северокавказского федеральных округов и соответствующих классов учебных заведений зарубежных стран. Короче, Черкесию представляют Тимур Дугужев и Амира Салпагарова, ученики 8-го и 10-го классов 5-й гимназии Черкеска. Оба учащихся являются призерами оригинального этапа Олимпиады. Математические олимпиады ждут не только конкурсные испытания, в ходе которых они будут решать задачи с их последующим разбором, но и насыщенная культурная программа. В Центре выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Спутник» Черкеска стартовала образовательная программа «Театр без границ», в рамках которой 20 прошедших отбор школьников будут изучать актерское мастерство под руководством известного режиссера. В кастинге, который прошел в Центре, приняли участие учащиеся 5-11 классов из каждого района республики, которые занимаются в школьных театральных кружках. Его провели известный актер, режиссер и сценарист Анзурием Кожи и директор Черкесского драматического театра Дина Акова. Обучение в профильной интенсивной программе «Театр без границ» продлится две недели. Все это время школьники будут жить здесь же, в кампусе Центра выявлений и развития одаренных детей «Спутник». А следующий набор в программу состоится уже в начале нового учебного года. На базе шахматного клуба «Фересь» Аула Эркин Халк Ногайцкого района прошел первый республиканский турнир по быстрым шахматам, посвященный Международному женскому дню. В нем приняли участие около 40 девочек из Черкесского, Узджигутинского и Ногайского муниципальных образований. Были разыграны пять комплектов награды в различных возрастных группах. Победителями турнира стали Алия Кабардаева, Амелина Исламова, Ясмина Кумратова, Амина Бодракова и Микаэла Хутова. Восьмилетняя Ирина Кирейтова была награждена кубком. Как самая юная участница турнира Вероника Уздинова получила кубок за самую красивую партию, а Амина Карасова отмечена кубком за волю к победе. Ну и в завершении выпуска новости спорта. В Грозном прошло первенство Северокавказского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. В копилке борцов Карачао-Черкесии бронзовая медаль и четыре путевки на первенство России. Призерами в своих весовых категориях стали Расул Капсергенов, Амаль Джан Дубаев, Азрет Тамбиев и Ануар Чагаров. Спорцы, занявшие первые и пятые места, получили право выступить на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров, которая пройдет в апреле текущего года в Якутске. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. В горах днем при порывах до 11-14 метров. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. А в горах плюс 3-8 и сохраняет зловина опасность. В Черкесии днем без существенных осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Столбик террометра поднимется до 17 градусов выше нуля. На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нерова. Как не стать жертвой мошенников? Вас просят воспользоваться вашим мобильным телефоном для срочного звонка. Убедитесь в добропорядочности обратившегося за помощью. В противном случае под любым предлогом откажите в просьбе. Не отдавайте телефон, если к вам обратились в темном или безлюдном месте. Следите за действиями звонящего. Не позволяйте заходить в меню телефона «Отправлять СМС». Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Школа родителей. Урок физкультуры. Так, сегодня отрабатываем подачу. Меня никто не понимает. Как же меня это бесит? Да разве это проблемы? Вот у меня на работе реальные проблемы. Я некрасивая. Меня никто не замечает. Я уже взрослый. Хватит меня контролировать. Давай это обсудим. Не пропустите сигналы агрессии. Успейте заметить, о чем молчит подросток. Ваш помощник портал ЯРодитель.ру Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова